Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Мы продолжаем рассматривать самые интересные партии, которые играются на Большой Швейцарке. И в этом видео в центре нашего внимания настоящее узбекистанское дерби, которое случилось в 10-м туре. Играли почти ровесники, олимпийские чемпионы Надербек Абдусаторов и Жавахир Синдаров. Партия получилась довольно интересной и динамичной. Е4 сыграл Надербек, Жавахир ответил ходом Е5. Конь Ф3, конь С6, слон Б5. Испанская партия. А6 играют черные, слон А4, конь Ф6. И тут Надербек Абдусаторов просто выводит коня на С3, как в свое время играл еще незабвенный Зигберт Тараш. Слон С5 играют черные, 2-0, 2-0 и размен на С6. После хода ДЦ, взятие пешки Е5, конечно, ничего белым не дает, ввиду ладья Е8. Поэтому Д3 играет Надербек и теперь уже грозит полакомиться пешкой. Поэтому Жавахир играет конь Д7, слон Е3, предложение размена слонов. Отходит на Д6, Синдаров А4, А5, конь Е2, ладья Е8. Конь Д2 играет Надербек и переводит своего коня на С4. Черные играют конь Ж6, ферзь Е1. Пешка А5 попала под удар, поэтому Б6, тут происходит размен и белые играют Ф4, захватывая инициативу. Заслуживал внимания размен на поле Ф4 и подключение ладьи по седьмой линии к защите королевского фланга. Однако Жавахир решил также сыграть резко и пошел Ф5. После взятия слон бьет Ф5, ФЕ и слон Ж4. Брать на Д6 плохо, ввиду потери слона Е3. Поэтому Конь Ф4 играет Надербек, взятие на Е5 конем, ФЕ и тут Синдаров несколько переоценивает крепость своей позиции. Здесь лучше было все-таки отойти слоном на Ф5. Но Жавахир решил использовать темп для подключения ладьи. Играет ладья А7 и этот весьма полезный ход сделан не вовремя. Он позволяет Абдусаторову получить мощную позицию, заведя коня на Е6. Посмотрите, что было дальше. Д4, Конь Д7 играют черные. И после Д5, С5 происходит размен слонов. Белые заводят коня на Е6, нападая на Ж7 и Ферзя. Поэтому тот отходит Ферзь Ф4, ладья Е5 и еще один сильный ход ладья А3 с переводом ладьи на королевский фланг. В итоге белые получили очень большой позиционный перевес. Мощный Конь Е6, как кость в горле для черных. Их же Конь на Д7 выполняет чисто защитные функции. Ну а пешка Д5, как вы уже наверное догадались, защищена косвенно. Если ее забрать, то после ладья А, Ф3 черным не сдобровать. Брать на Е6 плохо ввиду Ферзь Ф8 с матом. Если же перекрыть опасную вертикаль, то белые просто забирают на Ж7. Играют Ферзь Ж3 для того, чтобы все-таки коня забрать ладьей. Далее Король Ф7, Ферзь Х4. И нужно коня возвращать. Белые продолжают атаку на черного короля. Осознав трудность своей позиции, Синдаров решил вернуть ладью на А8. Белые играют ладья А, Ф3. И здесь бить на Д5 плохо. По причине точного хода Ферзь Е4, нападая на ладью. Конечно, если ею отойти, то потеряется ладья А8. Поэтому нужно играть ладья Е8, отдавая качество. Но здесь позиция белых технически выиграна. Потому что потеря пешки Д6, это лишь вопрос времени. Белые постепенно побеждают. Поэтому КНФ6 сыграл Синдаров. И на доске возникла критическая позиция этой партии. Белым удалось получить подавляющую позицию. У черных нет никакой контр-игры. Если белые уделят внимание центральной пешке Д5, сыграв С4. То Синдарову просто пришлось бы ждать финала этой партии. А Надербек Абдусаторов может постепенно усиливать свою позицию. Фактически бесконечно. Финал этой партии в данном случае мог быть таким. Ладья Е8. Х3. Х6. Ферзь Ж3. После КНФ7. Забираем на Ж7 ферзем. Далее бьем коня на Ф6. И в этом ладейном окончании у белых уже решающее преимущество. Но Абдусаторов зачем-то торопится с жертвой коня на Ж7. Он совершенно отбрасывает полезный в таких случаях принцип не спешить. И забирая на Ж7 пешку, выпускает львиную долю своего решающего перевеса. Бьет на Ж7 Синдаров. Конечно, если забрать на Ф6 ферзем, то это ладейное окончание. Ввиду потери пешки Д5, белым почти ничего не обещает. После хода Х4 у них лишь минимальное преимущество. Поэтому Абдусаторов сыграл ферзь Ж3 шах. Но король отошел на Х8. И после взятия на Ф6 ладья Ж8 сыграли черные, намекая на возможную контргруппу вертикали Ж. Ферзь отошел на Ф3. Ладья Е2. Нападает сразу на две пешки. Переход в окончании ферзь против двух ладей белых не устраивает. Переход в окончание две ладьи против ферзя на Дербека не устраивает. Поэтому он играет Ж3. Взятие на С2. И тут белые, в конец растерявшись, сделали еще одну ошибку. Которая ставит крест на их победе в этой партии. Нужно было сыграть Б3. Но ладья Ф7 пошел на Дербек. И после точного хода Ф4 с угрозой мата, позиция уже равная. Можно было сыграть ферзь Ф6, переходя в ладейное окончание. Однако после размена ферзей, черные играют ладья Е8, намекая на контргруппу второй линии. Поэтому ладья Ф2. Шах забираем. Ладья Б1. И в этом окончании шансы сторон равны. Поэтому Абдус Саторов сыграл ладья Ф2. Вот так защитился от мата. Но после взятия ферзь бьет Ф2, еще один точный ход черных. Ферзь Д4. Переходя в ладейное окончание, здесь у белых нет никакого перевеса. После король Ф1, ладья Е8, соперники согласились на ничью. Вот такая довольно поучительная и весьма обидная для Надербека партия, в которой он достиг уже решающего перевеса. Но буквально за несколько ходов выпустил его, совершенно пренебрегая известным принципом не спешить. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.